На Ямале подведены итоги сразу нескольких региональных конкурсов журналистских работ. В творческом состязании за звание лучшего боролись больше сотни журналистов из муниципальных и окружных телерадиокомпаний и печатных средств массовой информации. Награды нашли своих героев и в Лабытнангах. В числе сильнейших журналистов округа оказались редактор информационно-аналитического отдела газеты «Вестник Заполярье» Ивана Чекина и моя коллега, специальный корреспондент Спетлана Кель. Ей слово. Чествование ямальских журналистов прошло в телекомпанию ГТРК «Ямал-Регион». Победителя региональных конкурсов поздравила лично вице-губернатор Арктического региона. Ирина Соколова отметила, что ей как никогда приятно находиться в обществе такого огромного количества творческих и талантливых людей, за работой которых наблюдают не только в округе, но и далеко за его пределами. Ямал знают. Знают не только здесь, знают и на федеральном уровне. И это реально показало, вот недавно совсем было всероссийское мероприятие, конкурс, который назывался «Медиатек». Все, наверное, знают, что это такой конкурс среди журналистов и средств массовой информации топливно-энергетического конкурса. И я знаю, что наши коллеги там завоевали не последние места, были отмечены. И буквально знают и названия, и знают и руководителей. Поэтому давайте поаплодируем за эти награды. 2015 год определил сразу пять направлений конкурсных работ. «Медиатек», 70-е годовщина Великой Победы, Всероссийский год литературы, правоохранительная и социальная тематики. Само проведение этих конкурсов – это такой важный стимул, толчок к конкурентности между творческими людьми, к тому, чтобы средства массовой информации понимали, на каком они рейтинге среди остальных муниципальных семей находятся. Не остались без внимания конкурсного жюри и работы лабутнанских журналистов. Сюжет про Дашу Зырянову, девочку которой ценой невероятных испытаний сумела победить страшную болезнь и вернуться к полноценной жизни, вызвал большой отклик у телезрителей. Не всегда они научно обоснованы, но я точно знаю, что чудеса бывают. Эта семья – один из примеров. История со счастливым концом не оставила равнодушными и членов конкурсного жюри. Сюжет «Быть, как все, не так уж плохо» занял третье место в конкурсе «Здоровье без границ». Еще один материал, тоже, кстати, касающийся здоровья, был удостоен высшей награды. В конкурсе правоохранительной тематики мы представили специальный репортаж о проблемах подростковой наркомании. За первое место в региональном конкурсе журналистских работ правоохранительной тематики специальный репортаж «Оздорожное в ПАИ». Членам жюри пришлось осмотреть почти две сотни материалов. Свои работы на конкурс отправила и журналист ГТРК «Ямал» Марина Ковалева. Для этой скромной девушки нет сложных тем, есть только интересные. Она снимает репортажи о политике, поднимает вопросы нефтегазового комплекса и при этом не остается в стороне от житейских проблем простых ямальцев. Хотя в прошлом, призналась выпускница журфака, даже не мечтала о карьере телевизионщика. До последнего курса не училась, даже не предполагала, что пойду на телевидение. Что-то мне хотелось писать, что-то печатное. А потом как-то неожиданно сюда приехала, такая «А пойду на телевидение» и пошла. И уже не представляю, как можно работать в газете, потому что я считаю, что моя работа, она все равно самая лучшая, самая интересная. Ни на что ее не променяю. За шесть лет работы в редакции «Вестей» Марина Ковалева не раз становилась победителем различных конкурсов. Хотя о этом, говорит мне, самоцель. И все же победа – это призвание того, что мы, журналисты, идем по правильному пути. Знаете, в чем секрет? Целый год мы ходим на работу, получаем зарплату, но все-таки уверен, что большинство коллег живут с ощущением, что не за зарплату работаем, а что служим немало. Сегодня, 10 декабря, день рождения округа, когда вице-губернатор жмет руки корреспондентам из районки, руководителям СМИ и говорит спасибо, это значит, что наш труд нужен, и это показано наглядно. Вот за это спасибо. Светлана Келли, Григорий Волков, программа «Времени сны».